Так, всем привет, ребята! Сегодня мы будем изучать функции, добрались до очень важной темы. Ее нужно хорошо понять. Сегодня будет много информации, но она не будет трудной, вы сами все увидите. Функции, это, к примеру, если на реальную жизнь смоделировать, то она выглядит так. Вы, допустим, имеете своего помощника какого-то, допустим, который может, когда вам некогда сделать такую работу за вас, да, допустим, сходить куда-нибудь за обедом, да, ну, за пиццей, к примеру. То есть вы должны ему, он, допустим, не знает даже куда идти, вы просто пишите ему инструкцию на бумажке, да, куда идти, дойти, допустим, до такого-то магазина, там 200 метров по правой стороне, дойти до другого магазина, свернуть налево и уперетесь в здание мир пиццы, да, там подняться на второй этаж, заказать пиццу, допустим, вы заказали ему с грибами и принести ее обратно, чтобы пообедать, допустим, да. Если перевести это все на язык программирования, допустим, давайте сейчас я напишу функция, к примеру, будет называться пицца, здесь у нее в качестве параметра будет название пиццы, и также будет выполняться в фигурных скобках какое-то действие, да, вы написали своему помощнику выйти из здания, да, там дойти до магазина обширон, повернуть направо, направо дойти, пройти 200 метров вдоль дороги, надо запятые хоть выставлять, да, дойти до магазина обширон, повернуть направо, пройти 200 метров вдоль дороги, повернуть налево и упрёвся в здании мир пиццы, вот так, да, подняться на второй этаж и заказать пиццу с грибами, к примеру. вот так это, к примеру, выглядит, да, то и все, и потом, допустим, в следующий раз, когда другой какой-то день вы захотите его обратно отправить за пиццей, да, еще раз, вы просто ему говорите, какую пиццу, ну, ему заказать и все, допустим, с креветками, вот примерно как выглядит функция, если смоделировать ее на реальную жизнь, да, то есть вы просто ему говорите, какую пиццу заказать, а он уже по известному ему маршруту проделывает все действия идёт туда, идёт сюда, заказывает пиццу и приносит, да. давайте возьмем какой-нибудь пример на реальной жизни, мы посмотрели, как это выглядит и запишем все это на языке программирования, да. К примеру, мы возьмем какую-нибудь функцию, которая будет нам слаживать два числа функция пишется словом function назовем ее, допустим, сумма и в качестве параметра будем передавать два значения, два числа, которые он будет складывать, да, эта функция допустим num1 и num2 и в фигурных скобках мы можем указать какие действия делать, да, с этими двумя числами мы здесь создадим переменную итог который присвоим именно эти значения, сумму этих значений num1 мы приплюсуем num2 вот так и все, естественно, это мы можем вывести через нашу знакомую функцию write, да, метод write, вернее, документ write напишем здесь сумма весел равна вот так сохраним, посмотрим, выведется у нас что-то здесь или нет у нас ничего не выводится, хотя мы здесь все написали, почему, потому что у нас это все находится внутри функции, да, и нам нужно вызвать эту функцию, мы берем и вызываем ее названием, да, функция сумма и передаем в качестве параметров первое и второе число, допустим мы прибавим 1, и 2, то есть это у нас должно вывести 3, сумма числа равна 3, то есть вот так работает функция, то есть мы можем складывать любые числа, допустим 3200 плюс там 1862, то есть он принимает два параметра, первое и второе число, а складывает их в переменную итог и выводит через документ в write, вот так работает функция, то есть здесь можно записать функцию, все что угодно, принимать какие-то любые параметры и производить внутри этой функции с ними какие-то действия, а потом просто по названию функции мы передаем какой-то параметр, чтобы это все обрабатывалось этой функцией. очень будем часто этим пользоваться, так что это очень важная тема и она существует в любом языке программирования, практически везде, так что это самое, наверное, важное то, что стоит запомнить, да, то что с помощью функции вы можете выполнять определенные какие-то постоянные действия, представляете, если бы вы постоянно выводили что-то там каждый раз через документ в write, было бы намного затратно, чем просто набирать слово из названия функции и передавать какие-то параметры. Давайте сделаем еще какой-нибудь примерчик, допустим у нас есть что у нас есть, у нас есть к примеру сколько там машин car допустим 180 машин и есть 211 мотоциклов и все, мы просто передаем этой функции поставляем и она нам считает у нас 391, да, то есть если где-то вы раньше указали это все, берете просто вот так перемены подставляете, передаете их функцию, то есть это становится естественно числом и это числом и в итоге мы получаем также 391 401 401 если мы поменяли, то есть можно передавать переменные без проблем, то есть только при условии, что они здесь будут нормально считаться, если нет, то ошибку выдаст сама функция так дальше так дальше можно еще можно еще какой-нибудь примерчик, да допустим мы хотим вычислить квадрат числа также, который помните мы делали через выполняли выполняли квадрат числа через цикл, да выводили здесь квадрат такого-то числа равен столько-то, квадрат такого числа равен столько-то, помните, да сейчас мы сделаем не циклом, а функцией, да квадрат 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 он будет принимать число это, которое нам нужно квадрат так нам будет принимать дальше в итог он будет записывать номер умножить на номер, да получаем квадрат и документ write квадрат числа равен так, а мы можем даже вот так сделать номер вот так сделать номер так, квадрат такой-то номеру равен такому-то вот так вот так сохраним и выводим что нам нужно, допустим 200 число, квадрат числа 211 квадрат 211 равен 44 тысячи 521 давайте введем, чтобы проверить цифру 3 у нас должно вывести 9, да квадрат 3 равен 9 то есть мы можем просто вводить сюда любую сумму и он нам будет считать, да давайте вычислим к примеру куб, да, чуть посложнее функция но не такая сложная давайте сделаем куб куб, который будет ничего не принимать мы будем запрашивать это это число у пользователя так чтобы его запросить у пользователя мы вспомним нашу функцию prompt, да то есть мы создадим переменную var number запросим число prompt prompt так укажите 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 число для вычисления куба укажите число для вычисления куба пользователя то есть у нас выведется вот такие вещи окно где будет написано укажите число для вычисления куба пользователь его указывает и мы его должны мы должны с вами сохранить сохранить мы его должны в какую-нибудь переменную допустим ну результат 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 вот этот number который нам придет от пользователя мы его умножаем на такой же number и еще раз умножаем еще на такой number да и получится у нас куб этого числа дальше мы выводим через документ в write куб такого-то числа равен результат вот так и здесь выводим нашу функцию куб также без параметров да без передачи параметров давайте попробуем посмотрим что у нас получится храним вот у нас вылезло окно нашей функции куб укажи число для вычисления куба да число какое давайте так мы введем 3 окей куб 3 равен 27 то есть вот такие вычисления можно проводить смело так что хотелось бы сказать сказать еще хотелось бы об области видимости переменных функций да то есть мы создаем переменные вот здесь внутри они являются локальными а те которые не внутри функции созданы переменные допустим вот здесь мы создали var машины да кар 180 машин ну видите мы ничего не задавали он нам упсал 0 и посчитал 0 0 на 0 умножил на 0 получилось то есть но это не сам факт того что я хотел бы вам рассказать то есть здесь можно привести какой пример допустим есть функция которая у нас будет просто выводить какое-то число до допустим 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 вот мы создали кар машин 180 функция my car к примеру к примеру и здесь она просто выводит у нас нашу переменную к примеру к примеру да к примеру да к примеру да мы выводим my car вот она 180 да то есть мы создали здесь потом использовали внутри функции и она у нас спокойно здесь вывелась без всяких проблем но если мы создадим мы создадим не извне а внутри функции эту my car к примеру вот так она будет считаться не глобальной а локальной то есть локально завернутой в функцию да мы ее потом нигде вывести не сможем да то есть если мы вот ее функции обозначили да потом где-то здесь что-то писали и нам нужно вывести эту переменную карда мы пишем document write и нашу переменную кар давайте посмотрим видите у нас ничего не выводится потому что она будет работать только внутри функции так как она создана локально и она называется локальной а те которые извне созданы они глобальными называются вот на это бы хотелось обратить внимание то есть создав функцию вернее переменную внутри функции вы не сможете дальше ей воспользоваться только внутри функции вот такие вот вещи еще функции возвращать должна результат да не только на экран а то мы привыкли все время выводить на экран то что у нас показывается document write и выводим да но чаще нам придется пользоваться тем что функция у нас должна просто считать что то допустим посчитала на квадрат какого-то числа и мы дальше выводим вернее не выводим а используем этот этот квадрат числа дальше для каких-то вычислений в своем программном коде да не выводим это никуда на экран а просто она у нас считает потом передается в другую функцию другая функция допустим какие-то действия производят с этим квадратом числа и так далее и так далее вот видите кара у нас не определена функция почему потому что она локально у нас глобально она и не видит программу вот такие дела так и для того чтобы нам понять как функция возвращает результат невидима да мы создадим такую же функцию квадрат числа квадрат числа будем передавать номер так номер допустим допустим квадрат числа у нас будет записываться переменную итог мы берем номер умножаем номер номер и здесь не выводим а возвращаем слово возвращение до возврат пишется вот так ритарным ритарным или ритурн правильных не уверен как правильно но мы просто возвращаем этот итог вернуть итог до то есть по выполнению этой функции и передачей параметра будет на ней выполнены все вот эти действия и вернется результат выполнения всех этих действий. И потом дальше мы можем с этим результатом где-то работать дальше в коде. К примеру, мы сделали такую функцию, потом мы допустим, можем этот результат забить куда-то в какую-то другую переменную. К примеру, квадрат трех. Вот так. Все. И работать дальше с этим числом. К примеру, можем вывести также в диалоговое окно alert, передав ему переменную тотал. Давайте проверим. Вот у нас вывел 9. Ну, думаю, здесь все ясно, понятно, ничего сложного нет. Давайте выполним еще какой-нибудь примерчик. к примеру, возьмем, сделаем функцию вывода фамилии, имя, отчество, назовем ее фью. Он будет принимать данные, параметры от пользователя. var фамилия, фамилия, фромт. Укажите вашу фамилию. вот здесь укажите имя, здесь укажите отчество. ваши ваши имя, ваше отчество. так, приняли от пользователя параметры. Дальше, допустим, сохраним это все переменную result, то есть фамилия плюс пробел, имя плюс пробел плюс отчество. так, результат сохранили. Вернем результат. Return или return или return return ну, неважно, потом будем знать. А давайте прямо сейчас посмотрим. зайдем в наш любимый google транслит. Вернуть переводится дословно. Return ну, скорее return return то есть R практически не уговаривается здесь. Return ясно. В общем, наш return должен вернуть нам результат. И мы здесь в диалоговом окне выведем эту функцию PIO без параметров. Так, смотрим, что у нас должно получиться. храняем. Скажите вашу фамилию. Скажите ваше имя. Отчество. И вот нам вернул результат. вот таким способом действует функция. Думаю, очень интересно стало работать. То есть мы можем вызывать какие-то диалоговые окна и так далее. Манипулировать всем содержимым практически документа и окна Windows. так что будем продолжать. Не останавливайтесь. На сегодня это все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, доброе терпение. До свидания. .